Популяризация исторического прошлого Приморского края – то, чем занимаются все эти люди. Это делается в рамках игры «Геокейшинг». В России он существует около 10 лет. Очередные этапы пройдены, и вот финал. Три команды рассказывают, как это было. Финальной точкой стала футбольная опора в поле в парке «Зелёный остров». На эту точку, как и на первую, мы пришли раньше всех – в 15-35. Самое сложное, говорят участники, то, что нужно много ходить и бегать. Пройти им пришлось не один километр. Мы очень быстро бегали, чтобы успеть сфотографировать все точки, найти все клады. По-моему, это было самое сложное. Самым сложным было найти конверт со следующим заданием, потому что, ну, как сказать, они были так спрятаны хорошо, что надо было одно дело найти эти точки, а второе дело уже найти этот конверт, где он зарыт. Большинство этих ребят участвует в геокейшинге еще со школы. Вот и, будучи студентами, решили не упускать момент. Это весело, необычно, ну, и какой-то опыт в жизни. Ну, и, конечно, общение с друзьями. Интересно, что это все надо было сориентироваться, это все правильно вести. То есть, небольшая ошибочка привела нас не в то место. Потому что мы прогулялись, в принципе, по всему городу. Мы добежали до Солдатского озера. Ну, в принципе, потом у нас все пошло нормально. Много мест интересных исторических, посмотрели памятников, здания архитектуры. Финальный этап прошел в городском музее. И это не случайно. 2013 год – год музеев, а 18 мая – Международный день музеев. Для многих музей стало такое скучное, старое, представляет, что это паутина на стенах, пыль музейная. Но это не так. Мы также сотрудничаем с молодежью и идем ногу с современными технологиями. Именно геокейшинг – один из лучших вариантов, по мнению организаторов, показать развитие музея. Студенты с этим согласны. Говорят, что и так и историю города лучше узнали, и ко всему этому стали ближе. Как и в любой игре, здесь распределили места. Победа у команды – комички. ДВФУшки и управленцы – второе и третье места, соответственно. Екатерина Рехтина, Александр Анисимов, Телемикс.